И мне она действительно вылечила кожу на спине, на руках, где у меня были вот эти шелушащиеся участки. Закончилась вот такая зубная паста от марки Парадонтокс. Я ее обожаю. Это такая соленая, неприятная зубная паста, но именно она спасает нас, когда у кого-то из членов моей семьи какие-то проблемы с деснами, кровоточивость десен. Вот этот Парадонтокс, он работает просто обалденно. Здесь с обратной стороны такие мордочки нарисованы, ну что она неприятная по вкусу. Будет от 1 до 7 дней вам казаться. С 8 по 14 день вы будете чувствовать, что она нейтральная. И начиная с 15 дня вам будет нравиться ее вкус. Это точно. Первое время ее просто невозможно использовать. Она настолько неприятная, соленая. Но как она хорошо работает с деснами, я готова ей за это все просить. Дальше закончилась у меня вот такая вот умывалочка от марки Янсен. Я уже себе приобрела такую повторно. Это обычная такая кремовая, мягкая, типа молочка умывалка. Очень хороший дозатор. Нежнейшая. Обожаю ее именно в зимнее время. Да и вообще круглый год. Очень люблю на утреннее умывание самое то, что нужно. От марки Леврана у меня закончилась вот такая штучка для снятия макияжа с глаз. Очень приятная вещь. Ее даже не нужно потом смывать водой. Как побочный эффект я заметила от нее рост весниц. Очень хорошая, натуральная. Я тоже заказываю ее на сайте Beauty Elixir. У меня с розой. Еще одна покупка с Beauty Elixir, которую я заказывала, тоже закончилась. Это вот такое мыло. Было здесь, в этой коробочке. Все так хорошо они, конечно, упаковывают. Натуральное мыло называется Нежный возраст. Это мыло с календулой от компании Мико. Очень хорошее. Можно использовать и маленьким детям. Абсолютно натурально. И можно даже умывать лицо. Закончился у меня вот такой крем. Я прошу прощения, здесь у меня я делала сводчи лаков сверху на нем, потому что ничего под рукой другого не было. Это крем от Emolium. Emolium специальный крем. Кто-то из подписчиц мне его советовал. Спасибо вам огромное. Когда в прошлом году я жаловалась на то, что у меня очень сухие руки, мне посоветовали вот этот вот Emolium. И сейчас я даже приобрела себе от этой же марки даже эмульсию для тела. Настолько мне понравилась. Действительно отличная вещь. Очень-очень хорошо руки увлажняет. Ну, вообще не только руки, но и тело. Классный продукт. Далее вот такая вещь у меня от марки Matisse закончилась. Это была маска для кожи вокруг глаз и для губ. Мне не очень понравилась. Даже могу сказать, что вообще не понравилась. Вот не берите. Вообще ничего не делают. Мне кажется, она даже подсушивает кожу. Не понравилась. Не могу ничего хорошего сказать. Но очень понравилась вот такая сыворотка. Это марка Планета Органика. Женьшеневая сыворотка Anti-Age. Покажу вам поближе ее. Я уже ее покупаю не в первый раз. И возможно, вы ее у меня в видео уже видели. Очень классная вещь. А здесь, по-моему, 50 мл. Она такая темно-розового оттенка. Действительно пахнет женьшенем. Я знаю, как пахнет женьшень. Очень хорошо идет как основа под макияж. Под любой крем. Даже под очень дорогой. Я ее использовала. И она отлично работала. Хорошо увлажняет лицо. Anti-Age. Я не знаю, как насчет Anti-Age. Но то, что она хорошо увлажняет, это точно. Закончился еще один крем, который я опять-таки покупала по совету своей подруги-дерматолога. Поскольку у меня сухая кожа была на теле. И вот очень хорошо тоже помогал вот этот крем. Называется Белобаза. Белобаза. Его можно использовать даже на лицо. Это для сухой и очень сухой кожи. Она говорит, попробуй, я даже его после пилингов мажу на лицо. Очень классный крем. Я тоже пользовалась и даже наносила на кожу под глазами. Действительно очень хорошо. Питает и увлажняет кожу. Можно мазать руки, можно мазать тело. Любые участки кожи, где у вас сухая. Попробуйте. Называется Белобаза. Тоже продается в аптеках. И вот такой крем у меня закончился от Ларуш Пазель. Это Цикопласт с Б5. Тоже из той же серии для хорошего увлажнения. Тоже можно мазать и губы, и лицо, и руки, и все тело. Классная вещь. Вот такой крем-спасатель для холодного периода времени. Дальше закончилась вот такая зумная паста. Это в виде геля. Вот с таким вот дяденькой. Эту пасту вы можете купить где-то в Азии, потому что это Дарли фирма называется. И разные-разные виды пасты они выпускают. Берите любую. Она у них вся хорошая зубная паста. Мне нравится. Они практически все, правда, идут гелевые, но очень хорошо очищают полость рта. Не читая другим гелевым пастам. Дальше у меня закончилось две туши для ресниц. Одна вот такая от Maybelline, которая мне вообще не понравилась. Я знаю, что многие от нее в восторге. Во-первых, очень плохо смываются. Потом вот такие вот черные пятна остаются. И приходится пользоваться мицелляркой. Во-вторых, она не делает никакого эффекта вау на моей ресницах. Больше я ее повторять не буду. И вот такая вот тушь от Reluid тоже мне не понравилась. Это белорусская тройной эффект. Абсолютно никакая. Но если вы, конечно, не любитель таких ресниц, ресниц без ресниц, то есть как будто бы вы и не накрашены вовсе, то вам не подойдет. А если вы любите такие вот эффекты натуральности, то будет ваш вариант. Вот такая обычная щеточка аккуратненькая. Но ничего не делает с ресницами, к сожалению. Ага, вот у меня закончилась вот такая вот одна мензурочка. Это марка Клэп. Сыворотка икорная под глаза. Я ее обожаю. У меня в покупках, я не знаю, когда это видео выйдет, о покупках до этого или после, вы увидите, что я купила себе полную упаковку. Очень классная вещь. Хорошо работает с морщинками под глазами. Подтягивает их, увлажняет. И под крем идеально работает. Не скатывается. И вот такое мыло у меня закончилось. Это мыло молочное. Мне присылала его Анжела. Привет тебе огромный. Это мыло из Португалии. Анжела привозила себе. И отправляла мне посылку, потому что знает, что я большой-большой маньяк по мылу пусковому. Спасибо огромное. Я таким еще, если честно, никогда не пользовалась. Это действительно молочное мыло. Когда его намыливаешь, пена прям такая, как будто бы взбитая для капучино молоко. Очень плотная, очень белая. Руки после этого мыла не сохнут. То есть прекрасная, прекрасная. Где бы такое еще здесь купить. Замечательное мыло. Итак, это были все мои пустые баночки. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И увидимся с вами скоро. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...